МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, знакомьтесь, сегодня за круглым столом Станислав Антонов, начальник Главного управления МЧС России по Чувашской Республике. Вениамин Петров, председатель Государственного комитета Чуваши по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации. Герман Майков, главный государственный инспектор по маломерным судам Чувашской Республики. Итак, здравствуйте, уважаемые гости. Начнем со статистики. Первый вопрос вам, Герман Геннадьевич. Каково же количество несчастных случаев на водоемах в осенне-зимний период из года в год? Показатели снижаются или, несмотря на все предупреждения, все же растут? По количеству происшествий на водных объектах и гибели людей при купании, при нахождении рядом с водоемом, с удовольствием хотелось бы отметить, что за последние пять лет цифры уменьшаются. Динамика положительная. Если в 2014 году, допустим, на водных объектах республики при 60 происшествиях, несчастных случаях, на воде погибло 52 человека, то в этом году мы имеем 33 несчастных случая происшествия на водных объектах с людьми с гибелью 31 человек. Если в процентном отношении взять, это, конечно же, улучшение на 40%. Этот год, все вы прекрасно помните, что с начала купального сезона, со второй половины июня по конец августа, погода стояла действительно летняя, жаркая, очень комфортная для купания. И с наступлением жаркого времени народу все больше и больше было на берегу водоема. И Государственная инспекция по маломерным судам, инспекторский состав вместе с органами местного самоуправления, со спасателями поисково-спасательной службы Чувашской республики уделили большое внимание предупреждению профилактики несчастных случаев на воде. И по сравнению с прошлым годом, когда погода не очень-то комфортная была, вы помните, прохладно, дожди, ветрено. Нам удалось держать рост количества происшествий и погибших на водных объектах. Я считаю, что большой объем работы мы все проделали в этом вопросе. Что касается осенне-зимнего периода, то здесь, конечно же, цифры намного меньше, но опять-таки динамика положительная. За последние пять лет количество происшествий и гибели на водных объектах в осенне-зимний период, несчастных случаев именно на льду, уменьшилось на 80%. Если в 2014 году у нас 15 человек погибло именно со льда, то в прошедший осенне-зимний период у нас погибло только 3 человека. Таковы цифры на сегодняшний день. То есть положительная статистика в целом, да? Хорошо. Какие мероприятия проводятся органами местного управления для обеспечения безопасности людей в зимнее время года? Вопрос вам, Вениамик Иванович, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Органами власти как на местах, это муниципалитеты, ну и органами испанцовской власти, федеральных органов на территории Чувасской республики, органами власти республиканскими делается все, чтобы обеспечить безопасность населения республики на водных объектах в зимний период. Прежде всего, уже в сентябре мы подписали и выпустили организационно-методические указания кабинета министра Чувасской республики, где расписаны все мероприятия, что должны делать на местах. 2 ноября провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где еще раз обсудили итоги, итоги и задачи, которые предстоят на этот зимний период. Ну а дальше уже сейчас утверждены планы действий, муниципалитеты. Мы согласованы с органами власти на всех уровнях, с поисково-спасательной службой, расставлены посты и СМИ наши ведут сейчас уже активные работы по профилактике, по пропаганде безопасности именно на водных объектах среди населения. А дальше уже муниципалитеты в зависимости от погодных условий отрабатывают вопросы по установке знаков на тех водоемах, на тех съездах на реки, где обычно у нас население или пешком, или на транспорте выходит в тех неорганизованных местах, действительно, где не обеспечивается безопасность. Устанавливают всевозможные барьеры. А так, разъяснительная работа, активная через районные газеты, через радиоместные, ну и наши республиканские СМИ, я уже говорил, активные позиции в этом плане. Я весьма благодарен именно средствам массовой информации, которые ведут эту активную работу. Станислав Юрьевич, назовисят опасные участки, где наиболее вероятен риск провала людей и транспорта под лед. Какие участки? Вы знаете, очень сложно, наверное, сказать, где конкретные участки. У нас есть на учете 16 мест массового выхода на лед рыбаков, ну, людей, когда вот они активно отдыхают. И, к сожалению, есть случаи, когда люди выезжают, необдуманно выезжают на автомобилях в эти места. Мы помним случай провала автомобиля под лед с гибелью человеческой на реке Урга. Хотя эта территория может быть уже Нижегородской области, но так или иначе люди-то погибли там наши рыбаки. И мы знаем, что туда ежегодно выезжают на автомобилях прямо вот на лед. Продолжают все равно. Да, да, да. Есть случаи провала под лед автомобиля в районе Ландыша. Там тоже всегда рыбаки в островах собираются, выезжают, дабы не идти от берега далеко до рыбных мест, пешком выезжают на автомобилях. Бывали случаи, когда наши спасатели потом эти автомобили, ну, уже без человеческих жертв, но автомобиль приходилось вытаскивать. Были случаи, когда снегоходчики, активно отдыхая, не зная толщины льда, не зная, где промоина, попадали в эти промоины, топили снегоходы. Ну, тоже обходилось, может быть, благополучно, потому что люди при этом успевали соскочить со снегохода и оставались на поверхности, не на льду. Были случаи, когда дети отрывались или рыбаки отрывались на льдиных. Это уже вот когда наступает весна, когда уровни воды в Нижнем Биэфе начинают играть, льдины отрываются, и у нас есть случай, когда в марте 2015 года молодого мальчика, тогда еще 12-летнего, спасли, потому что он оторвался. Вот было интересно ему, наверное, почувствовать какой-то драйв, да, и вот он на этой льдине оторвался, поплыл. И можно перечислять очень много. В большей степени, конечно, опасность представляет нижний Биэф нашего водохранилища, то есть ниже плотины, потому что там уровень воды непостоянный, и от притока воды в водохранилище периодически играет. Даже зимой, соответственно, лед лопается, трескается. Лед-то сам может быть прочный, но образуются трещины, промоины какие-то, понимаете, что когда движение воды есть, все равно лед не такой, как вот в стоячей воде. Соответственно, а там клюет лучше, понимаете, там лучше клюет, потому что вода, возможно, насыщена кислородом, возможно, там какие-то благоприятные условия для как раз проживания и питания рыбы, и рыбаки туда выходят, несмотря на толщину льда, несмотря на то, что лед еще не встал, еще не окреп, и рыбаки пытаются там вот какой-то улов себе поймать. Конечно же, беспокоит и Марпасадский район, где тоже очень много мест выхода на лед, и, наверное, просто благоприятные условия для ловли рыбы Козловский район. Ну и сверху на водохранилище у нас в районе Шомикова, в районе Шишкар тоже очень много мест там, где люди занимаются именно рыбной ловлей. Но вот что больше настораживает, что они выскакивают на лед еще по перволедию, Это когда вот период начнется? А вот сейчас начнется ледоставка. Начнется же, да. Будет лед сантиметра полтора-два, люди уже побегут. Хотя мы знаем, что безопасный лед, толщина льда для одного человека должна быть не менее пяти сантиметров. Если группа людей, то уже там до десяти сантиметров можно выходить. Люди ведь не ждут, рыбаки, не знаю, это же такое хобби, которое, к сожалению, сопряжено с риском. Да, может быть, конечно, хочется поймать первую рыбку по первому льду, но люди не задумываются о том, что они рискуют своей жизнью, своим здоровьем и спешат на этот лед. И последний лед. Мы не говорим, что, может быть, в середине зимы какая-то есть пауза, которая затишит, когда затишье. Хотя есть в глухозимии, когда рыбаки знают, они в глухозимии на рыбалку не ходят, не клюют. Но, тем не менее, много людей, занимающихся активным отдыхом, как я уже сказал, снегоходчики, испытывают судьбу, в том числе, выезжая на водоем. А вот последний лед тоже становится рыхлым, то есть когда наступает уже оттепель, когда весна, он становится непрочным абсолютно, но люди-то все равно, опять же, весной начинают клевать лучше, чем вот в конце января, допустим. Поэтому вот такие периоды есть, уже зимний период тоже распределяется на несколько этапов, и мы понимаем, что когда есть особенная опасность. Ну, вот основные примеры я привел. Все перечислять нет возможности, потому что можно говорить об этом бесконечно. Мы имеем случаи провалов постоянно на лед. И даже не провал, даже когда вот наши моржи, когда профессионалы, специалисты, которые зимой постоянно принимают холодные ванны, которые заплывы определенные делают, нарушают нормы, рискуют, это бравада какая-то. У нас есть случаи, когда заслуженный спортсмен, нарушив правила, поднырнув из одной полыни в другую, промахнулся, вот, к сожалению, его потеряли, да, утонул. Вот такая ситуация на зимой, на льду, поэтому здесь хотелось бы предупредить всех и рыбаков, и всех, кто желает драйва, ну, знать меры, знать нормы и лишний раз не рисковать своим здоровьем. Герман Геннадьевич, если все же произошел несчастный случай, человек попал под лед, что ему делать и что ему не делать? В первую очередь, конечно же, мы советуем, мы рекомендуем человеку, который провалился под лед, не паниковать. Это самое главное. И в своей работе профилактической, разъяснительной по мерам безопасности при нахождении на льду водоема мы в первую очередь обращаем внимание на то, что человек должен быть как-то экипирован к тому, чтобы выйти на лед. Это в первую очередь касается категории рыбаков, любителей подлодного лова рыбы. И когда человек провалился под лед, во-первых, надо скинуть все тяжелые вещи с себя. И уже находясь в воде, уже в полыне человек провалился, необходимо скинуть с себя все тяжелые вещи. Для того, чтобы скинуть все тяжелые вещи, мы в своих рекомендациях при беседах с рыбаками-любителями мы им советуем, рекомендуем, говорим, что все те рюкзаки, которые они используют для переноса своих рыбацких принадлежностей, должны висеть на одном плече. Не полностью на двух плечах, на одном плече. Чтобы его, в конце концов, можно было легко скинуть. И уже находясь в полыне, скинув все тяжелые вещи, по возможности, которые возможны, широко расставить руки так, чтобы тело не провалилось, все-таки какой-то упор был об край полыньи. И одновременно необходимо громко звать на помощь, не переставая звать на помощь, чтобы люди, которые находятся поблизости, увидели это происшествие, это несчастный случай, и могли подойти и оказать помощь человеку. Ну а сам человек, пострадавший, в свою очередь, должен продолжать выбираться. То есть стоит ему пробовать выбираться. И здесь не должно быть резких движений. Все плавно. Надо на ту сторону, с которой провалился, то есть там покрепче лед все-таки, плавно наваливаясь грудью, помогая руками, тело выкарабкивается на лед. Никаких резких движений не надо делать. Я понимаю, что... Хочется реакция, да? Хочется, да, быстрее, быстрее. Нет, все должно быть плавно. И главное, вот еще раз повторю, что паники не должно быть. Голова должна работать трезво. Надо... Провалился, растопоривая руки. Остановись, подумай, сообрази, что надо дальше делать. И начинать все эти действия, которые я уже говорил. И плавными движениями сначала одну ногу, вторую ногу. И от края полыни, уже выбравшись на лед, от края полыни. Не надо вставать на ноги сразу и бежать в сторону крепкого льда. Нет, все-таки ползком, желательно 3-4 метра от места провала. Не вставая. Не вставая. Не делая дополнительной нагрузки на уже треснувший лед. Ползком отползти от того места и уже почувствовав, что вышел на крепкий лед, быстрее надо добраться в сторону людей, жилья, может быть, промышленных предприятий, где человека пострадавшего напоят горячим чаем, сухая одежда, растирание тела. Есть специальные настойки, мази, спиртом можно. Но тот же самый спирт ни в коем случае, как у нас в народе принято, вовнутрь нельзя принимать таких случаев. Ни в коем случае. Лучше горячий чай, горячий напиток или, в конце концов, кипяченая горячая. А вот алкогольные напитки, они, наоборот, усугубляют по расширению, сужению сосудов и дают больше эффект в сторону ухудшения состояния здоровья. Конечно, не дай бог, такая ситуация с кем-нибудь произойдет. Хорошо. Днянин Иванович, какими техническими средствами оснащены спасательные службы республики для оказания помощи людям? Если ему тут понятно, что человек может сделать сам, чем могут помочь службы? Ну, прежде всего, наверное, на дополнение Герману Геннадьевичу, здесь прежде, чем идти на рыбалку, прежде, чем выйти на лед, надо все же задуматься, что там впереди. И задуматься, что рыбака дома ждут жена, дети, родственники и все остальное. Потому что у нас случаев предостаточно, когда действительно уже погибли, утонули. Даже чтобы придать земле, зачастую бывало рыбаков, те, которые ниже ГЭС, мы находили только следующей весной, когда они сплывали на территории Татарстана. Это такое город для семьи. Поэтому рыбалка – это хорошо, природа – это прекрасно, но какие-то меры должны быть. Поэтому лучше на тонкий лед не выходить, чтобы потом оттуда выкарабкиваться. Выкарабкаться – хорошо. Не дай бог, когда несчастные эти. Был 16-й год. У нас только в районе Шишкар за одну неделю спасатели спасли 22 рыбаков. Тогда же был один случай. Сразу 12 рыбаков на одной льдине. Их вытащили, привезли. Скорая ждет кому-то, если необходимо помощь оказать. Часть уехали на скорой город, а часть остались и повторно на лед. Но это уже безумие полностью. А так, в принципе, спасатели у нас готовы. Полностью и личный состав, и техника. За последние два года только на оснащение, техническое перевооружение наших спасателей Чувакской Республики выделено более 22 миллионов рублей из республиканского бюджета. Закуплены у нас новые техники. Это прежде всего Аэросани-патруль, потому что тот Марс-700, которому более 10 лет, он уже таком на издохе. И поэтому закупили новый Аэросани-патруль, который современный, наш российский. Потом снегоболотоходы «Неман», которые и по снегу, и по болотам. Два снегохода «Ямаха». Потом две лодки «Неман», потому что не только же зимой, а осень, весна и все остальное. А так, в целом, у нас на территории Чувакской Республики 17 только лодок, которые готовы вот сейчас в осенний период, в весенний период выехать, оказывать помощь. Ну и есть квадроциклы и вся остальная техника. Поэтому они проверены, они готовности, личный состав квалифицированный. И поэтому совместно вот с ГИМС, МЧС России, мы готовы оказывать помощь нашему населению. Но в то же время, еще раз напоминаю, надо самим прежде всего быть осторожным, бдительным и береть себя. А сколько быстро вот помощь может прийти? Ну, помощь придет в зависимости, где, в каком месте. Спасатели у нас расположены в Козловке, Марпосаде, Новочебоксарске, Чебоксарах, это республиканские, и Шумерле. Но были вот даже вот сейчас, буквально это было 19 октября, 4.30 утра, двое рыбаков, это напротив солнечного берега, уже почти территория Марийская, в районе островов, лодка перевернулась резиновая, они оказались в воде. А температура воды сейчас около 10 градусов всего-то в плюсах. А температура воздуха тогда была всего 2 градуса. Благо, недалеко от острова они сами выплыли. Телефон у одного сохранился, они позвонили на 112, спасатели уже отсюда, из Чебоксар, к ним туда на катере подплыли, забрали и отдали медикам. Но они были уже переохлаждены. Поэтому, если недалеко, то есть сигнал, если вовремя подать, в принципе, спасатели успевают. Но когда уже нет телефона, нет ничего, тут сложновато. Только остается надеяться, если кто-то увидел, позвонил. Бывают зачастую такие моменты, что просто исчезла. Население, отдыхающие где-то, видят, заметили, позвонили, набрали, или спасателям набирают, те, которые номер знают, но сейчас легко и просто. Набрали 112, помощь придет всегда. Каждому месту выхода на лед мы просто физически не можем поставить вот эту... Какая бы техника у нас ни была, сколько бы ее не было, мы не можем поставить ее там, где вот люди, рискуя жизнью, выходят на лед. Просто невозможно. Конечно. И поэтому время доставки, да, порой бывает до двух часов, бывает дольше, потому что приходится искать, звонок проходит, а где находится пострадавший, ну, надо еще найти. У нас были случаи, когда мы привлекали взаимодействующие силы, то есть есть у нас участников судно-воздушной подушки, на сегодня у нас два соглашения такое взаимодействие заключено. Вот одно из них находится на территории санатория-профилактория «Солнечный берег», и оно там на дежурстве постоянно находится. Когда поступил сигнал о том, что люди требуют помощи, ничего не оставалось, как позвонить вот в этот санаторий для того, чтобы они свое судно-воздушной подушкой отправили для оказания помощи, потому что они были ближе гораздо, чем мы могли бы туда доехать. Нам необходимо было из города везти судно-воздушной подушки до Шишкар, там опускать на лед, потом уже передвигаться к месту происшествия. И на это бы ушло часа, может быть, два с половиной. А благодаря вот такому взаимодействию наши коллеги-помощники доставили это судно быстрее, соответственно, людям помогли, спасли их быстрее. Но этого гарантировать нигде нельзя. Мы говорим о том, что закупили сегодня новое судно «Патруль». Очень удобно, очень хорошее. Мы его в прошлом году специально попробовали по тонкому первому льду. И даже рыбаки, видя нас, опять же, где-то вот в районе Ландыша, где-то в островах выше по Волге, бежали на берег, потому что думали, что... Понимали, что делать, что это не то. Да, что мы их там можем пожурить каким-то образом. Но мы убедились в том, что это судно может пробираться по любому, скажем так, по любому покрытию, потому что имеющееся ранее у нас судно на воздушной подушке очень сильно страдало от тонкого льда. То есть оно пропарывало вот эти воздушные баллоны, резались, они приходили в негодность, их надо было заменять. А это с таким крепким пластиковым дном показало, что может спасти. Но опять же, я хочу сказать, с какой бы скоростью оно ни передвигалось, опять же, в пользу вот этого судна «Патруль» хочу сказать, что оно разгоняется по снежному покрову, по льду до 100 км в час. То есть мы можем быстро ехать. Но тем не менее, оказать помощь в какие-то минуты, секунды и даже, может быть, в течение часа не всегда получается, в связи с тем, что люди-то забираются в не очень удобные для нашего доступа места. И вот что касается Нижнего Бьефа, тоже мы говорим, что, я уже говорил, что там выходят люди на лед и рискуют своей жизнью. И мы в осенний период, осенне-зимний, начало ледостава, там усиливаем дежурство. В прошлом году мы там перегоняли туда тот же патруля, еще не было, перегоняли, наверное, судно-воздушные подушки, Марс. И следили в бинокль за рыбаками и выходили туда и на лодках, в том числе, для того, чтобы хоть как-то их немножко отогнать. Они разбегутся, потом опять выходят, понимаете? Но тут я уже говорил, что это человеческая безалаберность какая-то, бесшабашность. В продолжение беседы, вопрос как раз. Два слова, как раз по этой теме. Данная медицина, при температуре до плюс 2, плюс 3, это температура воды, человек продержится в воде 10-15 минут. Потом переохлаждение, и наступает смерть. А в зимний период, уже когда температура воды от плюс 2 и ниже получается, человек продержится в воде только 5-7 минут. Понимаете? В какой бы готовности ни находились службы спасения, дежурная смена спасателей, все равно существует время запаздывания. Это добираться до места происшествия, найти этого человека. Это явно уже не... Это если со спасательной станцией рядом, то в течение 10 минут уже человека можно обратно доставить на берег к карете скорой помощи. А все места, такие рыбацкие, клевые места, они в основном находятся подальше от населенных пунктов. Профилактика, работа с населением ведется, и какая по предупреждению? Несчастных случаев на льду. По профилактической работе, пропаганде, разъяснению, предупреждению несчастных случаев на водных объектах, Государственная инспекция по маломерным судам, МЧС России, по Чувашской республике, совместно со спасателями, совместно с органами местного управления, общественные организации, у нас Всероссийское общество спасания на водах, мы больше привыкли читать ВОСВОД, Ростсоюз спас, нам очень хорошо, активно помогают. Оно ведется круглый год, независимо от того, лето, зима, весна, осень. Вот летний период, два слова, если сказать, что к началу летнего купального периода мы уже в конце апреля и весь май проводили занятия в школьных, в школах, в среднеобразовательных школах и дошкольных учреждениях для того, чтобы дети перед летними каникулами были уже обучены, проинструктированы по мерам безопасности при нахождении рядом с водоемом и при купании. Но несмотря на всю работу, которая продолжалась и в летний период, у нас все 100% детских оздоровительных лагерей в летний период, каждая смена, а их там 4, 21 лагерь, 4 смены, еще плюс при каждой школе же, пришкольные лагеря в летний период образовываются, все 100% в летний период были охвачены вот этими занятиями профилактическими. Но несмотря на все это, мы за летний купальный период имеем 5 случаев, которые мы по нашим учетам зарегистрировали гибель детей на водных объектах. Это непосредственно гибель детей при купании на водоеме, при нахождении рядом с водоемом. Однако, если взять цифры, то обстановка намного трагичнее. Почему? Потому что за летний купальный период несчастных случаев с детьми на территории Чувашской республики произошло 15 случаев таких. Здесь не обязательно с гибелью. Но смысл в том, что ребенок и водный объект. Дети погибали в результате утопления в огороде, на садовом участке, там, где родители выкопали какой-то водоем для своих утят, еще для полива и тому подобное. Какой-то технический котлован рядом с населенным пунктом и дети без присмотра. И основная причина гибели детей на водных объектах – это они находятся без присмотра взрослых. Взрослых. Да. Даже вот те пять случаев, которые при непосредственно на водных объектах, они трое, три случая. Родители были рядом, но нет должного присмотра за детьми при нахождении рядом с водоемом, при купании. Ну и дети находятся без присмотра. Вот. Говоря про зимний период, мы с окончанием летнего купального периода сентябрь, октябрь месяц и ноябрь перед осенними каникулами. Опять-таки, здесь по акватории реки Волга, Сура, населенных пунктов все 100% образовательных школ были охвачены профработой. Тематика была. Это осень, становление льда, тонкий лед, меры предосторожности, меры безопасности. Вот. В течение зимнего периода, в период становления льда, идет конкретная работа в образовательных учреждениях по безопасности на льду. Это по детям. С населением. Активная помощь, конечно же, со взрослым населением по предупреждению частных случаев, нам помогает средство массовой информации. Потому что, как в старые добрые советские времена, уже нет такого, что предприятие, трудовое собрание, всех трудящих собрали. И провели определенную работу. Сейчас такого нет. Сейчас через телевидение, радио, печатное издание идет работа. И идет непосредственно... Встреча наша с вами сегодня. Да, да. И идет непосредственно работа при выходе нашего инспекторского состава на лед, на водоем. Уже непосредственно с рыбаками-любителями подлёдного лова, которые там сидят. Несмотря на все это, происшествия, несчастные случаи у нас продолжаются. В своей работе мы, ну, во-первых, ведем мониторинг толщины льда. С момента первых дней начала ледообразования толщина льда по всей акватории реки Волга, Сура, внутренние водоемы нашей республики толщина льда. И через средства массовой информации в печатных изданиях, через интернет-порталы, на сайте главного управления Чувашской республики мы выставляем толщину льда, где есть районы безопасные для выхода на подлёдный лов рыбы. То есть рыбаки могут посмотреть информацию и решить, куда им лучше направиться. Да. Далее. Работа с целью предупреждения таких несчастных случаев активно ведется с органами местного управления. Вениамин Иванович уже сказал, что места выездов транспорта на лёд. Инспекторский состав во время своего патрулирования выявляет места, где несанкционированный выезд любого транспортного средства на лёд. И совместно с органами местного самоуправления, с главами сельских поселений решают, как здесь быть. Если есть возможность оборудовать данное место, обеспечить безопасный выезд транспортных средств на лёд, то принимаются все меры к тому, чтобы такие мероприятия выполнить. Если нет такой возможности, если нет такой необходимости, то данное место обволакивается вплоть до того, что снежный бульдозер снегом заваливает это дело. Шлагбаумы, знаки, аншлаги, запрещающие выезд на лёд, выставляются. Помогает. Помогает, да. Помогает. В своей работе мы используем работу межведомственных рабочих групп. Это МЧС России и Почувашьей Республики, органы местного управления, органы власти, которые тем или иным способом связаны с водой, безопасностью. Это Росприводнадзор, МВД и органы охраны водных биоресурсов, то есть Рыбнадзор. И находясь на водоёме, допустим, наибольшем скоплении людей, рыбаков подлёдного лова, каждый выполняет свою работу. Мы, допустим, ведём работу с людьми, которые находятся на льду по вопросам безопасности нахождения. Тот же Рыбнадзор ведёт работу по... Свою работу. Свою работу. Да. Росприводнадзор, МВД. Тут уже вопросы по охране прибрежной полосы водных ресурсов, охране водного объекта. И такое взаимодействие даёт свои результаты. Если вы помните, 2016 год, Ядренский район река Урга, когда так случилось, что вся рыба скопилась в реке Урга, и рыбаки все дружно ринулись на эту бедную речку, и всеми способами, мешками-мешками, без нормы добывали водные биоресурсы, то есть рыбу, то здесь работа межведомственной группы должным образом повлияла на, и в течение двух дней там навели полный порядок. Дополнить буквально три слова. Здесь взаимодействие у нас не только у себя внутри, на территории Чувасской республики, у нас в последние годы хорошее взаимодействие с соседями, с республикой Мариэл. То есть, когда несчастный случай на воде, это и летом, и осень, весна, зима. Если территориально они, место происшествия, или несчастного случая, ближе к ним, чтобы оперативно помочь, оказать помощь оперативно, связь с спасателями Мариэл круглосуточная, и они выходят, они оказывают помощь, а потом уже идет передача, перевозка на территорию Чувасской республики. То есть, где помогают, а где помогаете вы? Да, потому что Волга полностью гладит, Волгская территория Чувасской республики, а береговая черта у них получается. А несчастный случай на Волге, а от них буквально там... Недалеко. Да, недалеко. Поэтому здесь вот тоже немаловажное значение имеет этот факт. Наказание вообще существует или нет за это? Несанкционированное место переправы. Есть какое-то наказание? Можем об этом говорить? Конечно, есть закон Российской Федерации об административных нарушениях. Есть законы всех субъектов, то же самое, об административных правонарушениях, где предусмотрено действительно наказание за нарушение тех или иных правил поведения на воде. Об этом буквально вот где-то 10 дней назад говорил министр МЧС России Евгений Зиничев, находясь, по-моему... На Сахалине. На Сахалине, да. Что все же вынуждены спасать горе рыбаков, применяя дорогостоящую технику, и все же надо продумать варианты, чтобы их привлекали к административной ответственности, все же наказывать их рублем. Во многих субъектах это уже предусмотрено. Глава Республики Михаил Васильевич Игнатьев тоже об этом уже не раз говорил, не раз поднимал вопрос, потому что наш КАО, он пока еще такой, но есть наказание. Статья 4. Пробивание лунок для рыбной ловли и других целей на ледяной переправе. На переправе только. И то штраф до 1 тысячи рублей. Поэтому мы уже два года назад начали наш КАО прорабатывать, выносить изменения, вплоть до того, что даже наказание просто за выход на лед, когда лед тонкий, не только за выезд, но нас, к сожалению, заблокировала наша общественность, потому что проекты наших нормативно-правовых документов проходят общественное обсуждение на общественных советах. Именно общественность тогда вот поднялась и говорят, вы как бы ограничиваете права людей на выход, на выезд и все прочее. Хотя, хотя, я пытался тогда, конечно, с ними вести диалог такой, что, коллеги, вы не правы, вас надо все же взять место с нашими спасателями, когда достают уже из воды, чтобы придать земле. Тогда задумывается, а когда доходит до голосования или что-то, и, к сожалению, вот вопрос. Поэтому сейчас наш КАО находится, вопрос имеется в виду, шестая статья на обсуждение, осталось буквально три-четыре у нас органа власти, и думаем, в ближайшем будущем мы все же хотя бы усеченный вариант, но все же внесем изменения, это движение транспортных средств на льду, по льду водных объектов вне ледовых переправ. Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей на должностных лиц, пяти тысяч рублей на юридических лиц до десяти, а повторно, соответственно, там увеличивается три раза. Хотя, хотя, этого тоже мало, этого мало. За выход, за выход, да, этого не остановит, потому что взять наш соседний Татарстан у них легко и просто, просто написано в этом же КАПе Татарстана, выход или выезд на лед водных объектов при толщине льда менее семи сантиметров влечет наказание, штраф от одной тысячи до пятисот, от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей на граждан, на должностных от пяти до семи, на юридических от пятидесяти до семидесяти тысяч рублей. То есть у них, конечно, можно сказать, в разы, и конкретно толщина льда семь сантиметров имени нельзя. А мы вот начинаем, конечно, да, законодательно это возможно обсуждать, вносить свои предложения, но когда горе приходит семью, уже поздно. Поэтому хотелось бы, конечно, вот как можно скорее внести изменения наш КОАП, чтобы он хотя бы начал действовать вот в таком виде, как... А дальше уже будем совместно вместе с ГИМС нашим дальше-дальше прорабатывать, чтобы все же довести до ума вот все эти продуманные нами изменения в КОАП, чтобы действительно люди задумались прежде чем ну одной пропагандой, одной идеологией, одной профилактикой цели мы не добьемся. Мне кажется так. Может, я не прав, но... Когда инспектор подошел, не только ему буклетик вручает и инструктирует, когда он сидит на Нижнем Бьефе, не только там на берегу, на той стороне, они же зачастую сидят, ГЕС в воду сбрасывает, там круглый год у нас льда нет в том месте, они подходят к обрезу льда, буквально два метра закидывают туда спиннинг или удочку, лед в любой момент может треснуть и оторваться. Подплывает, ему говорят, ему предупреждает, а он прекрасно знает. И никакого наказания ему за это не будет. А когда хотя бы рублем, тогда может в какой-то степени задуматься. Хотя должны задуматься о последствиях. В силу нашего менталитета, скорее всего, только поможет. Да, по нормативно-правовым актам. Вениамин Иванович сказал, что общественность заблокировала, конкретно разговор уже заблокирован, нормативно-правовый акт по запрету купания в запрещенных местах. Вы понимаете, если взять статистику гибели на водных объектах, основные причины гибели – это купание в запрещенных, необорудованных местах. Это 85% всех случаев. 85%. И там же мы предлагали в местах купания, в общественных местах вообще в состоянии алкогольного пьянения нельзя находиться. А 92% всех погибших, взрослых имеется в виду, это в состоянии алкогольного пьянения. Тут общественности надо немножко призадуматься, стоит ли блокировать такие документы. Поднимался вопрос министром Российской Федерации Евгением Николаевичем Зиничем уже не один раз. Сейчас я вспомнил Вениамин Иванович одно из обращений. Буквально вчера у нас проводилось селекторное совещание под руководством министра, на котором подводились итоги купального сезона и ставились задачи на зимний период. То есть практически та же тема, которую обсуждаем мы сегодня. И один из вопросов, которые задал министр, а есть ли ответственность у граждан за нарушение норм безопасности? И, к сожалению, на сегодня мы понимаем, что федеральное законодательство пока такой ответственности не предполагает. Но раз не первый случай возникновения этого вопроса у министров, думаю, что будет прорабатываться вопрос на федеральном уровне. Но мы имеем положительный опыт других субъектов, который говорит, да, нормы такие имеют право на жизнь, они несут за собой определенную пользу, они пускай не приносят огромных средств каких-то в бюджет, то есть штрафные санкции идут в бюджет, но они являются каким-то тормозом. И правильно сказали, мы можем раздавать памятки бесконечно, люди берут эту памятку, кладут в карман и порой отшучиваются, теперь у меня есть памятка, я не утону. Понимаете? Даже так. До такой степени, то есть вот до такой степени люди не понимают ответственности, они думают, что произойдет, возможно, но не с ним, где-то в другом месте, в другое время, но не с ним. И когда мы наряду с памяткой будем привлекать хотя бы к минимальной ответственности административной, то возможно это будет более серьезным тормозом вот в этом отношении. Станислав Юрьевич, скажите о задачах МЧС России, Почувашии и аварийно-спасательных служб на предстоящий зимний период. Какие стоят задачи? Ну, на зимний период у нас достаточно много задач. И первой будем считать, наверное, все-таки профилактику, вот о чем сейчас говорил Герман Геннадьевич, потому что это основа всех основ. Если мы будем заниматься активно профилактикой и люди нас будут слышать, то тогда, возможно, все остальные задачи нам будут не нужны. Второй задачей мы ставим перед собой это готовность сил и средств к реагированию, потому что на каждый сезон мы проводим определенные проверки, проводим тренировочные учения для того, чтобы определить готовность наших сил и средств. Об оснащении Виктория Иванович вкратце сказал спасательных служб, но я уже сказал, что невозможно просто каждому, каждой опасной точке поставить вот эту новую технику или своего спасателя. поэтому мы проводим определенные тренировки и учения и определяем нашу готовность. Готовы фактически всегда, потому что не первый год, не первый раз зима наступает ежегодно, соответственно, вот эти проблемы возникают тоже с ежегодной периодичностью. Кроме этого, конечно же, мы берем на себя ответственность по техническому освидетельствию ледовых переправ, и хотя ледовых, наплавных мостов у нас нет, но ледовая переправа, которая существует между Шумберл и Линоватыми, находится у нас под контролем, и как бы ее работа тоже четко, жестко регламентируется. К сожалению, есть место в Козловском районе, где неорганизованный переход, но мы пытаемся там вместе с органами местного управления каким-то образом ограничить движение по льду, потому что люди, да и в Чебоксарах тоже, возьмем переходы Чебоксары в Октябрьский, в Сосновку, люди ходят пешком, ходят в темное время суток, ходят в одиночку, соответственно, это тоже какая-то определенная угроза есть. И наша задача здесь вместе с органами самоуправления ставить какие-то аншлаги, ставить запрещающие таблички для того, чтобы люди понимали, что пока опасно или вообще не стоит проехать на автобусе. Несомненно, усиление контроля за ледовыми переправами и местами выхода на лед. То есть мы оставляем эту задачу такой постоянный контроль за выходом на лед. Мы знаем, я уже говорил, что есть у нас 16 мест, эти места могут увеличиваться, потому что люди ходят туда, где им лучше, где доехать возможно, где-то по берегу высадиться, и где клюет лучше. Это я говорю про рыбаков. Соответственно, эти все места у нас под контролем находятся, и мы для себя составляем этой задачи на зимний период. Ну и что не касается уже безопасности на воде, это, конечно же, подготовка пунктов обогрева. Это на федеральных трассах, это на дорогах местного значения, потому что зима сама по себе несет угрозу не только на воде, в том числе и на трассах, автомобильных трассах, и на системах ЖКХ и так далее. То есть здесь мониторинг всей инфраструктуры, оповещение населения об угрозе каких-то природных неблагоприятных явлений, то есть о холодах, о метелях и так далее. Сообщения получаем? Ну вот, некоторые, к сожалению, кстати, пишут нам, не надо мне слать вот эти сообщения, вы нас замучили, сотрудники МЧС. Потому что очень помогает. Вот я тоже в этом уверен, что если человеку неинтересно, он просто может не читать. Но наша как бы вот и профессиональная обязанность, и человеческая обязанность известить окружающее население о том, что вот может произойти какая-то беда. Какое-то опасное явление может привести к какой-то беде. Соответственно, оповестили, мы чувствуем, что какую-то часть своего долга мы уже выполнили. А дальше человек вправе сам принимать решение, рисковать своей жизнью или не рисковать. Поэтому вот это оповещение считаем тоже одной из важных основных задач. Станислав Юрьевич, про пожарную безопасность скажите в целом, какие сейчас стоят задачи и вопрос актуальности с вступлением осенне-зимнего периода? Вы знаете, как правило, наш год разбит на какие-то этапы. И пожарная безопасность в том числе несколько отличается в каждом из периодов, в том числе осенне-зимнем. Мы сегодня начинаем или начали уже отопительный сезон и понимаем, что люди где-то свои печи подготовили или какое-то оборудование отопительное. Где-то, может быть, затянули, не подготовили. Где-то кто-то проверил свою электропроводку, кто-то не проверил. В итоге наступает зима, наступают морозы и вот я вас уверяю, что и в эту зиму тоже, и в эти ближайшие морозы тоже будет всплеск количества пожаров. Какой он бывает? Ну, он бывает, может быть, несколько такой размытый, размазанный этот всплеск, но до 30% количество пожаров увеличивается. Допустим, вот в такой же период в течение недели у нас происходит 10-15 пожаров, наступают морозы, может быть, и 20, и 25, может быть, до 50% рост. То есть, достаточно ощутимый, а, соответственно, количество пожаров возрастает, количество погибших на них тоже растет, потому что это прямая зависимость. Нет пожара, ну и, соответственно, нет погибшего на пожаре. Есть пожар, есть угроза, есть риск. На сегодня мы понимаем, что вся профилактическая работа, которую уже можно было провести в этом отношении. Мы проводили, проводим и будем проводить, и населению нашему информация, достоверная информация о причинах возникновения пожаров доводится. Но здесь в этом, за нашим круглым столом есть смысл вспомнить. Сегодня, как и всегда, в целом три причины основных, которые им надо знать. Когда человек знает причину, знает угрозу, то, возможно, он от нее каким-то образом попытается избавиться и попытается предотвратить возникновение пожара у себя. Первое и основное на сегодня это печи. Это неправильная эксплуатация печей. Здесь речь идет и о частном секторе, где отопление происходит, печное отопление, обогрев здания печным отоплением. Это бани. И на сегодня не устану говорить, мы обсуждали с Венимиром Ивановичем много раз, бани как выходной, так у нас сгорает. Три, четыре, пять бань за выходные по республике. И мне кажется, с таким темпом они уже должны были все давно сгореть. Но нет, люди строят новые, надеются на новые технологии, которые сегодня нас подводят, к сожалению. И многие говорят, я же купил в специализированном магазине, вот где-то в строительном магазине готовую сэндвич-трубу, которая должна меня была защитить. Нет, на самом деле это не панацея. На самом деле кто-то может быть в свое время разработал интересную затею, вот эту задумку, но реализация слабовата, то есть ее изготавливать некачественно, эту трубу, люди надеются, что он во всем защищен. Я порой разговариваю с людьми, они говорят, вот я же читаю инструкцию, все по инструкции сделал как надо. Я говорю, этого недостаточно, сэндвич-труба сегодня не спасает. Соответственно, надо использовать, может быть, те лучше старые испытанные способы, то есть каменную, кирпичную трубу делать или азбестовую, обкладывать ее еще чем-то, но тем не менее нет панацеи, не спасает. И горят как старые бани, так и новые бани. Вторая причина это нарушение эксплуатации электропроводки. Тоже мы об этом давно-давно говорим, и казалось бы, тоже старая проводка должна была уже вся сгореть. Нет, пока еще не вся, к сожалению, люди не испытывают, не проверяют свою проводку. На сегодня в ряде районов мы обсуждали, проводятся администрациями такие рейды по замеру сопротивления электропроводки. В частных домах они заезжают и прямо берут улицу и начинают проверять. Или деревню там целую. И это приносит огромную пользу, потому что человек, собственник жилья, знает, что у него есть проблемы в электропроводке. замерили сопротивление, не соответствует нормам, значит, что-то где-то не так, необходимо пригласить специалиста, где-то контакты подтянуть, где-то почистить, что-то заменить, может быть, алюминий заменить на медь. Мы об этом давным-давно говорим, что алюминий, алюминиевые провода, которые использовались раньше в строительстве, сегодня вот уже изжили себя полностью, не могут они сегодня нормально служить. Срок работы их уже выработан, срок жизни этих проводов, соответственно, необходимо менять на медный. И третья причина, которую должен каждый для себя понимать, это неосторожное обращение с огнем, может быть, она такая немножко размытая фраза, она включает в себя все. И курение, пьяное в том числе курение, и разведение огня где-то вот во время пожароопасного периода, или в неудобном, неправильном месте, или бесконтрольного огня, палы какие-то и все остальное, все это неосторожное обращение с огнем, которое является третьей причиной, уничтожающих огнем наше жилище, наше имущество, ну и, к сожалению, порой и наших людей. Спасибо вам большое за беседу. На этом я с вами прощаюсь. А я вам напоминаю, дорогие телезрители, что у нас в гостях были Станислав Антонов, начальник главного управления МЧС России по Чувашской Республике, Вениамин Петров, председатель государственного комитета Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, и Герман Майков, главный государственный инспектор по маломерным судам Чувашской Республики. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова